В нашем регионе введен специальный налоговый режим для самозанятых. Получить статус самозанятого легко, достаточно установить на смартфон приложение «Мой налог». Подробности знает экономический обозреватель первообластного Анастасия Гришина. Настя, привет. Так в чем же преимущество особого статуса для орловчан, работающих на себя? Олег, привет. Орловчане, которые решили стать самозанятыми, со своих доходов будут платить налог по минимальной ставке. 4% предусмотрено для физических лиц и 6% для ИП и юридических лиц. Добавлю, что самозанятым не нужно будет предоставлять отчеты и декларации, покупать контрольно-кассовую технику и платить страховые взносы. Зарегистрировавшимся в мобильном приложении налоговая дарит бонус чуть более 12 тысяч рублей. Деньги цельвы для уплаты налога на профессиональный доход. Средствами нужно распорядиться до конца 2020-го. Специальное предложение для самозанятых подготовил и Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства. Там можно взять кредит под 8,5% годовых сроком до 3 лет на сумму не более полумиллиона рублей. Налоговая отменила обязательную предварительную запись. С 6 июля инспекции начнут работать в обычном режиме. Приемы и обслуживание орловчан будет осуществляться по графику. В понедельник и среду с 9 до 18, во вторник и четверг до 20.00. В пятницу сокращенный рабочий день. Выходные субботы и воскресенье. Отмечу, что офисы необходимо посещать в масках. За два месяца около 300 орловчан оформили ипотеку под 6,5%. Это новый вид кредита, который был разработан правительством страны для поддержки граждан во время кризиса из-за пандемии. Программа будет действовать до 1 ноября. Лимит на человека 6 миллионов рублей. Для того, чтобы получить ипотеку под привлекательный процент, необходимо купить жилье на первичном рынке и внести первоначальный взнос не менее 20% от стоимости квартиры. Добавлю, что в первом полугодии этого года орловчане всего оформили 6400 ипотечных кредитов. Тем временем стоимость одного квадрата в новостройках в Орле в первом полугодии подскочила почти на 12%. Такие цифры приводит портал МирКвартир. Так, средняя стоимость одного квадратного метра в областном центре составляет более 45 тысяч рублей. Несомненно, рост цен на новостройки обусловлен доступной ипотекой, субсидируемой из государственного бюджета. Как показывает практика, застройщикам теперь не нужно снижать ценовую планку, чтобы привлечь покупателей. Увы.